Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. В очередной раз хочу поделиться интересным, простым, тот же момент, очень праздничным и, конечно же, вкусным рецептом. Начинаем готовить. Поехали! Я взял баранину, у меня здесь ровно килограмм, и нарезал на вот такие вот некрупные кубики. Начинаем жарить. Сковородку отправил на плиту. Под сковородой очень большой огонь, максимальный. Нагреваем масло. Масло нагрелось. Отправляем жарить мясо. Мясо обжариваем до красивой золотистой корочки. Также понадобится две луковицы. Режем крупным кубиком. Берем 3-4 морковки и натираем через крупную терку. Отправили еще одну сковородку на плиту, добавил чуть-чуть подсолнечного масла и обжариваем лук. Также понадобится 2 стакана риса. Можно брать пропаренный, а можно взять такой, как у меня. Это у меня дивзера. Рис нужно хорошенечко промыть. Лук слегка подвярился. Отправляем морковку. Теперь обжариваем хорошенечко морковку с луком. Так, мясо уже готово. Образовалась красивая золотистая корочка. Она меня вполне устраивает. Мясо обжарилось минут 15. Также зажарка наша готова. Все, идем дальше. Берем форму. Форма у меня 18 на 28. И отправляем в первую очередь зажарочку. На дно формы. Сверху отправляем мясо. Отправляем 2 щепотки соли. Сверху все это засыпаем рисом. Отправляем пару зубчиков чеснока. Я взял 4 стакана воды. Добавляю пол столовой ложки соли. Пол столовой ложки без горки сладкой копченой паприки. Буквально на кончике, можно сказать, куркумы. Чуть-чуть перца чили. И хорошенечко все перемешиваем. Зерен 10-15 барбариса. И, конечно же, это блюдо не может обойтись без такой специи, как зира. Перетираем ладонями. Все, заливаем. Сверху накрываем это все фольгой. Запечатываем. Ну вот и все. Дело осталось за малым. Отправить в духовочку. Желательно, конечно, в разогретую. Выпекать буду при температуре 180 градусов примерно час-час двадцать. По готовности риса. Так как у нас остальные ингредиенты уже почти готовы. Поехали. Вы только посмотрите, какая красота. На ужин или на обед просто супер. Обязательно готовьте, друзья. Шикарно. Ах, шикарно. Ну что, друзья, как вам такой плов? Такой рецепт плова, приготовление в духовке. Я жду ваш комментарий. Обязательно готовьте вместе со мной. Не забываем комментировать и, конечно же, делиться с друзьями. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.